Несколько пляжей Крыма превращаются в болота. Берега Роздольненского и Бахчисарайского районов покрывают тонны водорослей, а вокруг стоит резкий запах сероводорода. Но есть мнение, что морская трава приносит пользу. Нужно ли с ней бороться? Вилета Корничук собрала экспертные оценки. Специальный репортаж. Пляж в песчаном Бахчисарайского района опутан тоннами морской травы. Вместе с мусором она стала собираться у берега после шторма. Средина полосы выброшенных на берег водорослей достигает 5-6 метров. Чтобы подобраться ближе к морю, людям приходится буквально протаптывать тоннели. Кроме того, от большого скопления морской травы исходит неприятный запах. Но именно он свидетельствует о том, что водоросли выполняют санитарную функцию, предотвращают развитие патологических микроорганизмов. Но только, по словам специалистов, при температуре воды выше 24 градусов. В другое время от комки плотной полосы морской травы у берега никакой пользы нет. Это многолетнее растение. И когда у него подходит определенный этап жизненного цикла, начинают отмирать все партикулы, которые сформировались от корневищ. Они уже не жизнеспособны, поэтому они выброшены. И в свое время наши предки совсем недавние активно ее собирали. Это прекрасный утепляющий материал. В недалеком прошлом крымчане его активно использовали в своих домах. Но на берегу комка – источник проблем. Еще в 2018 году пять пляжей передали арендаторам по конкурсу для обслуживания и содержания. В этом году привести их в порядок должны были до 1 марта. Как видите, ничего не было сделано. И по пляжу Соколы, и по пляжу Садко. То, что комка – это биологический материал, он прибивается, убивается. А вот сама вот здесь территория – это просто недопустимо. И, скорее всего, что администрация примет решение о расторжении с недобросовестными пользователями пляжа. А в Роздолинском районе между селами Стерегущая и Аврора нашествие водорослей началось в 2010 году. Птицы и медузы – все это скапливается. Вместе со штормами она выбрасывается на берег. Это побережье здесь никогда вообще не число с советских времен. И, естественно, все эти трупы, они находятся в этой куче водорослей. Ну, и сами чувствуете, как все это пахнет. И это сейчас еще не жара. Кроме комки, на берег выбрасывают и краснокнижные водоросли. Их нужно возвращать в море, а выносить можно только с разрешением экологов. А мусор с пляжа вручную уже не убрать. Нужна спецтехника. Куда только не обращались местные жители, чтобы узнать, почему экологическая проблема приобрела такой масштаб и почему не предпринимают меры. Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма разработан проект о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями республики по содержанию земельных участков – пляжей. В настоящее время законопроект отправлен на доработку, после чего будет повторно вынесен на рассмотрение Государственного совета республики Крым. Это позволит в 2021 году обустроить пляж в районе села Стерегущая. Администрации Раздольнского района сообщили, что знают о проблеме, но денег на ее устранение в бюджете нет. Поэтому местные общественники сами разработали документ, в котором описаны предложения по поэтапной уборке пляжей с помощью спецтехники. К проблеме подключилось Министерство экологии республики – профильные специалисты за комплексный подход к решению проблемы. Финансовый вопрос можно решить таким образом. Первое – это все-таки местные органы власти. Второе – эти территории, эти пляжные территории, они закреплены за организациями, учреждениями, которые осуществляют уборку и, соответственно, занимаются этой пляжной территорией. Поэтому необходимо объединить усилия. Мы со своей стороны, конечно, поможем, все консультационные, скажем так, услуги, ну и постараемся привлечь и общественников, волонтеров к решению этой проблемы. Все работы по расчистке пляжей от мусора, зарослей и водорослей планируют завершить до начала курортного сезона. Виолетта Корничук, Рустам Файзолин, Новости 24.